Детское радио представляет Спортивная программа Всем привет! С вами Захар, спортивный комментатор Детского радио Сегодня расскажу я вам сказку Жил да был в Англии один король И была у него, естественно, любимая жена – королева Король с королевой, как все сказочные короли, по утрам делали зарядку, а днем совершали прогулки верхом Королева очень любила свою лошадку А еще королеве очень нравилось стрелять из лука по мишеням, нарисованным на деревьях И вот однажды случилась неприятность Простудилась королева И королевский доктор строго запретил ей выходить из дворца Сидеть дома ее величеству было очень грустно И тогда его величество приказал сделать деревянные круги мишени И повесить их на дверях в покоях королев Потом принес ей охапку небольших деревянных стрел и колокольчик Стрелы, понятно, для того, чтобы пускать в мишень А колокольчик, чтобы предупреждать придворных Ну, вдруг кто войти захочет Королеве ужасно понравилось новое развлечение И она быстро выздоровела А игра осталась Назвали ее дартс – дротики А мишень – дартборд Доска для дротиков Спортивная программа Столетие спустя дартс превратился в новый вид спорта Среди спортсменов, которые четко бросают маленькие стрелы дротики в цель Проводятся и чемпионаты мира, и чемпионаты России Современный дартс от королевского, конечно, отличается Деревянные стрелы остались в прошлом Дротики теперь делают из пластика и металла На одном конце дротика – металлическая игла На другом – перья из пластика Они помогают дротику достигнуть цели Мишень не очень большая, круглая Делится она на 20 частей В центре большого круга – яблочко Кружочек красного цвета Попасть в яблочко – вот так говорят о самом метком броске Вокруг яблочка, его еще называют глаз быка, зеленое кольцо Вот от того, в какую часть мишени попадает дротик Зависит, сколько очков набирает игру За попадание в яблочко дают сразу 50 очков А за попадание в зеленое кольцо – 25 Мишень вешают на стене на уровне роста взрослого человека Расстояние, с которого кидают дротики, строго 2 метра 37 сантиметров Ну, это примерно три шага взрослого человека Кажется, недалеко, но попасть ой как непросто Соревнуется в дартсе командами или каждый за себя Видов игр очень много Но во всех главное – это метко бросать и точно считать свои очки Успешный бросок в дартсе во многом зависит от стойки спортсмена Чем увереннее стоит спортсмен, тем точнее будет бросок И тут есть небольшой секрет Перед тем, как бить по мишени, неплохо мысленно отрепетировать свой бросок И убедиться, что вы стоите надежно, с хорошей опорой и четко видите цель Дартс – это не метание мяча, здесь размах не нужен Нужно поймать момент, когда острие дротика смотрит точно в цель Без напряжения плавно выпрямляете локоть и бросаете Можно даже на этот момент задержать дыхание Дартс называют игрой для всех В дартс играют и дети, и родители, и тети, и дяди, и дедушки, и бабушки Надеюсь, вы не станете откладывать и отправитесь на тренировку прямо сейчас По всей стране компания «Газпром» строит физкультурно-оздоровительные комплексы Учитесь быть сильными, ловкими, точными И тогда будете попадать точно в яблочко С вами был спортивный комментатор детского радио «Захар» Всем оле-оле! Оле-оле-оле-оле-оле Спортивная программа Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова